всем привет этих на макс это снова игра они и мы и девушка алисия которому помогаем выбраться из особняка значит прошлый раз у должен найти синий ключ это ключ с прекрасным синим камнем вставленного в него значит патроны есть все есть теперь найдем синюю дверь помнится она была где-то там справа в начале двери тут были еще зеленая красная и желтая а вот она зеленая чего а это зеленая нужна же синяя а это зеленая вон синяя давно не играл называется так есть вы открыли дверь и сбросили значит ключ с камнем с ним хорошо в тумане ходят всякие к сожалению не ежики зомби раз мы потихоньку будем снимать то ты чё я же попадаю вот так на ближней дистанции в принципе можно не сводиться потому что стреляем все равно упор шанс промазать очень маленький так это у нас чего деревянная коробка похоже и можно сломать на бинт хорошо это мазь блин бинт мазь в таком случае сейчас мы это скинем куда-нибудь да вот тут вначале и скинем что далеко ходить просто прикол в чем пока предметы не подобраны на карте они не отображаются как только мы их подбираем и сбрасываем они начинают на карте отображаться вот справа слева вверху у нас две зеленых . два предмета едва еще по центру то что там осталось там осталась зажигалка и по моему бинт что ли еще один хорошо синие ворота мы открыли тут взяли все что нужно теперь идем посмотрим ради чего нас сюда привели так это беседка патроны о встал давайте на тебя чуть-чуть поколыряем пока ты встаешь чисто в стиле резидента чтобы поэкономить патрон сюда пройти нельзя это чего а рычаг пропал рычаг потеряли какие-то козлы охраняли охраняли и не смогли нихрена блин уследить рычаг все равно пропал а на тебе в лоб прикольно так уыркается а это у нас чего а еще бинт и еще патрона а дверь закрыта блин а там патефон а как бы туда попасть а что она закрыта нет но я сомневаюсь можно выбить замок иначе бы она проходила быстрее закрытой как сюда попасть без понятия тут помнится мы через решетку расстреливали кстати собачек записи записка о спрятанном ключе для оскара либо для других членов культа которые будут шарахаться по близости я спрятал ключ который открывает ворота наружу от резиденции у нас были проблемы когда некоторые новички пытались совать свой нос туда куда не следует но вы знаете это разозлило мастера во всех знаете как он относится к безопасности если вам нужен доступ к этим зонам чтобы закончить свои дела вы можете найти ключ в углу в одном из цветочных горшков неподалеку от фонаря рядом со входом пожалуйста убедитесь что вернете его на место когда вы закончите понятненько нам просто конкретно указали где сны конкурс хорошо так а это чего закрыта с той стороны вот тут опять можно все сломать патроны как будто бы ничего в углу нету ну да вот с этой стороны мы расстреливали собачек которые охраняли вход в таком случае можно возвращаться теперь относить предметы забирать ключ столько бегать не из инвентаря маленького так вот лежат два предмета сейчас пойдем на начало сбросим лишнее потом нужно будет вернуться потому что бинты есть кстати и мазь есть теперь уже бинты с мазью штука редкая нужно их наделать так вот наше хранилище центральное это сбросить тут пластинка зажигалка мало ли пригодится так а там получается да сейчас можно будет сделать два бинта с мазью короче принести сюда один сбросить что-то он там про ключ еще трындел в записках то что типа ключ в каком-то из цветочных горшков рядом с фонарем ну сейчас поищем недалеко от входа от входа куда так нет не бинт сейчас нужно взять мазь соединить с бинтом потом этот бинт сбросить взять следующий и теперь опять взять этот все обе мази из расходована значит этот оба бинта теперь усилены можно бежать недалеко от входа а вот цветочные горшки кстати а тут еще земля кое-где пока ничего не светится я смотрю а сказано было рядом с фонарем с этим что ли фонарем проверим все цветочные горшки а ооо нашелся а тут земля в принципе лежит все понятно таком случае пойдем сбросим лишний бинт возьмем ключ и откроем следующие ворота так это средняя средний бинт оставим малый возьмем так что-то за ключ лежал кстати что внимание не обратил а зеленый проверить так корт ярко то у нас внутренний двор по моему потому что сад это гарден и квартир вроде бы внутренний двор хорошо дворика ключ есть патроны 50 патронов и россия блять можно и сбросить все 50 разом да можно и вот они лежат хорошо патронов должно хватить я смотрю они что-то регулярно так попадаются точнее стали попадаться регулярно вначале прям с ней беда была все пойдем использовать сейчас зеленый ключ где он там использовался то а вот вот здесь так использовали ключ дворика а он не выбросился еще есть что зеленые ворота ой схатшотился бедолага о опять за два козла ну патроны пластинка и еще записка ну-ка опять они рычаг не уберегли надо как не два козла и тут их целых четыре бараны елки дырога соответствующая так почитаем записку записи охранителя врат все новички включая меня медленно начинают понимать вещи происходящие на острове мы учимся под началом мастера лорда эйлферда и мы начинаем понимать настоящую природу его силы хотя кое-чего я понять все же не могу тут есть что-то на острове я не знаю как назвать это человек или нет но он какая-то важная фигура он не разговаривает и двигаются как будто его изгнали он большой его крупная масса похоже абсолютно ему на к любым воздействием либо атакам он прячется неподалеку от кладбища куда мастер советовал нам не соваться поэтому мы дали ему имя охранитель врат потому что он значит наблюдает за воротами кладбище как будто является их стражем когда мы пытались разузнать о его назначении здесь лорд эйлферд только сказал нам соблюдать дистанцию от него подальше а также уважать его присутствие на острове похоже что хранитель врат результат каких-то изменений как интересно то какой-то хранитель врат на острове блин так ну пластинка я хзн пластинки здесь бесконечны поэтому я не думаю что они имеют прям смысл таскать с собой ну-ка что это за пластинка такая мазар фантазия какая-то на портрете похож на моцарта но я могу ошибаться может и кто-то еще что и так быстро стали погибать пистолетом что не может не радовать еще патрона так а тут решеткой за решеткой там еще патрона лежат на бочке ну пойдем с той стороны возможно там зеленый второй ключ то и нужен я честно не помню сколько тут каких ворот бы по цвету посмотрим нужно избавиться от лишнего благо тут места много и дать не перекидать так скинуть пластинку только патронов 50 и тут еще 50 сотня патронов офигеть стрелять не перестрелять теперь можно а ну вот они зеленые ворота еще одни давайте откроем эти а не сначала я его застрелил вот так вы использовали ключ дворика и вы можете выбросить но это превосходно немного освободили инвентарь ну-ка стоять назад я только надеюсь что я не пожалею о том что сейчас трачу патрона а еще бинт золотой ключ а там еще патроны были на бочке получается чего это ни хрена себе ворота о здорово бля вся морда уже месиво сплошной а он все идет настырные некоторые есть патроны сколько их там ну ничего пока есть а чё это такое печать какая-то чего за печать такая на воротах так странная сила заблокировала двери назад на григория распутина похож ну тут тоже а это бинт а тут что-то все эти небольшие вещи на патроны похожи так и желтый ключ два бинта там еще один бинт как много всего кажется пока он не начнет заканчиваться она всегда всего много когда вот этот бинт без мази можно сбросить ключ с прекрасным желтым камнем в нем там еще один бинт в конце лежит арену знает нужен он мне не нужен пускай лежит нужно просто постараться запомнить что он там есть а еще красные ворота кстати раз уж такое дело сразу убрать мусор всякий опять мужик прячется но желтые были вроде бы здесь да вот она дверь ну-ка эта дверь а закрыта с той стороны ну значит сюда да вы можете сбросить теперь желтый ключ так куда то мы попали ё-моё гарден это сад что нифига себе он не маленький садик то так ну есть место патроны тоже пойдем этот ближе этого сначала застрелил прикольно кстати что они начинают спринтовать а после выстрела в голову останавливаются в плане что замедляются это довольно таки неплохо так мой божественный а им меня сегодня немножко подводит а это бочки которые можно сломать которых ничего нет патроны тут ничего нет ну ладно нет так нет а и фонарь да у меня же фонарь есть туман особо не разгоняет но чуть-чуть лучше видно с ним еще одна фигура готов ну-ка а бенты ты встанешь мужик чё труп ой бля он устал вот это неожиданно кстати он так долго не реагировал на нож и думал что он все уже а он не все вопросы настолько был задолбанных тоже да ну нафиг задолбали дайте отдохнуть так 2 блокирована с той стороны пойдем сюда патроны о а там кто то есть есть ну ка отсюда и сниму интересно раз два три четыре готова но осталось в эту сторону пойти а блин нифига их тут кешит ну в среднем на них нужно от одного до четырех где-то выстрелов до пяти даже не знаю чем это связано с их свежестью типа если сильно не свежий зомби то он и сразу умирает там какой-то полисадник закрытый лодка можно попасть сюда так смотреть муж что то есть зомби есть готов что-то лежит а красный ключ вот и хорошо ё бля ты чё так ну-ка нафиг так бесшумно вырулило что я что-то аж потерялся чуть-чуть чё не пугай так эти коробки слишком тяжелые чтобы двигать возможно они заполнены грязью из сада понятненько короче дверь заблокирована и хрен что-то там откроется бочки пустые патроны а еще один винил хорошо пускай будет так так чё там по карте но ушли мы явно недалеко самое начало так не торопимся готов а тут чего на тут тупик а и мазь есть нормально в таком случае сейчас сбросить сюда бинт взять мазь намазать бит пустой вот получается бинт будет лежать но и можно мазь еще сбросить о дерево упавшего о да ладно то дробовик я россию шутган блин очень мощный дробовик используйте используйте с осторожностью ну да то можно не зомбаку башку отстрелить а себе случайно дробовик у него даже два патрона есть ну-ка экипировать о фигня себе а ну у него прицел не сильно то и расходится он на ближней дистанции должен использоваться но нормальный реминг там такой полицейской копировать я пожалуй пока что дробовик сброшу патронов всего два это мало так и тут получается дробовик массе бинт хорошо тогда идем сюда что это за звук как будто радио работает а потефон 4 минут khác пока я запрету если кладу хаос не пустой у нее в принципе нет ну а мы не в си нет ある вот что-то заиграла а еще патроны отлично блин красивые лучи такие через тума от луны андриловский движок такой довольно приятный если мы с ним работать так это сюда дальше красные ворота но красные ворота были помнится еще и в начале так вы открыли ворота не ну-ка стоп я думаю стоит сбегать в начало и там еще красные ворота открыть сразу чтобы потом крючивать не мешал так здесь можно с собой вообще нужно что-нибудь с собой брать или нет тут есть мазь есть бинт есть ружье оставим пока здесь лучше тогда сейчас ключ сбросится освободится одна ячейка и когда одна ячейка освободится место станет побольше так где там красная дверь была вот она красная дверь была это возле мужика который в стене прячется да все его можно сбросить ну в принципе она ведет во вторую часть сада которая также оканчивается тупиками поэтому я думаю сразу нужно осмотреть сад вдруг тут что будет ой а тут будут зомби что заднего так вшатало прям резко а опять эти бараны стоят я ему глаз прострелил у него мозги уже должны были остаться на задней стенке а вот рукоятка так рукоятка ну где-то ее явно не хватает в том случае а идет то хватит башкой мотылять там еще один так а у вас чего а и тут тоже рычаг пропал да ёлкин дрым что что все пропало то сектанты утырвали наверное готов идем дальше а о сундук сундук заперт ну это понятно что он заперт хотя замка вообще-то не наблюдаю я не могу это использовать а можно экипировать а блин использовать нельзя сейчас сундук заперт а на хера ручка а может быть ручка от той комнаты сохранения которая была здесь ну там дальше где первый синий ключ мы использовали ну-ка пойдем посмотрим тут же больше нечего смотреть да да тут где-то недалеко было закрытая комната сохранения вот она может сюда ручку надо дверь заперта нет не сюда а как тогда сюда попасть с той стороны за стены может быть кажется это было от какой-то двери ну в таком случае нужно искать именно дверь в которой отсутствует ручка то есть конкретно пока Алисия не найдет такую дверь не скажет что типа тут ручки нет понятно просто так здесь нельзя любую ручку к любой двери пришпандорить ручка от двери так ну идем тогда сюда это получается внутренний двор и сейчас в сад пойдем через желтую дверь что за звуки такие штребущие ощущение что кто-то лазит неподалеку здесь закрыто там тупик идем сюда сейчас нужно забежать сохранение короче сохранится а потом побежать дальше так вот они все предметы дверная ручка оставим тут пока готово так ну пора подумывать уже экономии боеприпасов кстати нужно сюда было пойти и посмотреть что дальше в принципе пока время есть тут мы открыли получается вот это место ворота ворота закрыто просто закрыто так это чего у нас закрыто бля все по запираю бля все по запираю а патроны хорошо и тут получается сюда блокировано деревом с той стороны где дробовик брали бля почему вот это закрыто то ну тогда остается тут один вход ой сразу а мы быстренько посмотрим что у нас тут ждет впереди стой 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 не подходи блин там лежи ты тут есть вход в какую-то теплицу и еще в какую-то теплицу ага, там уже шарятся а, ручка пропавшая вот она оказывается пропавшая рукоятка это там так, ну сейчас нужно расчистить все сразу готовы да, патроны пока есть но уже думаю стоит начать экономить ой, записка записка садовника прошлой ночью был мой первый опыт с одним из их ритуалов и я могу сказать, что это был интенсивный и пугающий опыт а, я не знаю по своему опыту что это было галлюцинации или реальность но несколько часов после принятия этого напитка он заставил своих прислужников пить за него я чувствую себя очень больным и разбитым я видел нескольких членов культа которые превратились в неразговаривающих существ как будто в каких-то каннибалов потерявших все человеческое было ужасно как они превращались в человекоподобных животных я не уверен, что мой напиток сильно отличался от ихнего но мои симптомы но мои симптомы более странные, чем у них я не могу остановиться меня постоянно тошнит я все это недавно убрал и потратил весь день чтобы уравнять насаждение и растения надеюсь, никто не побеспокоит меня особенно эти новички которые пили этот странный напиток я придумал меры против всего этого я закрыл ворота специальным ключом который мастер сделал для меня мастер говорил о порталах в другие миры и эти врата должны были удержать животных как можно дольше чтобы их не трогали не те руки но, во всяком случае, так я понял это я также вспомнил, что он говорил что-то про то, что время придет для нашего доминирования архитектор скоро построит для нас лучшее будущее я все еще не понимаю всех этих магических штук всех этих божеств как они с ними общаются я просто принял это все к сведению если кто-то это читает я, пожалуй, возьму день перерыва я чувствую я чувствую на этом запись обрывается короче, что-то садовник у них в ритуалах поучаствовал и ему как-то не понравилось судя по вот этой вот жижи, которая на полу пистолетные патроны интересненько какие-то божества какой-то архитектор а это не садовник, ты сам случаем так, еще патроны и вообще ради чего мы сюда пришли-то может что-то еще тут есть а, бинты в аптечках ну, тут как будто бы больше ничего нет неужели они эту зеленую гадость пили ну, да, тут кажется все нужно было прочесть записку нужно было взять патроны, бинты и все выходит сюда даже подойти он нельзя хотя, хотя кажется что тут чего-то лежит ну, вроде бы ничего не лежит ну, в смысле ничего полезного ладно, тогда вы метаемся отсюда а, так тут тоже же везде а тут не хватает ручки наверное, чтобы пройти дальше тут закрыто вы интересные, вы интересные ну в таком случае давайте наверное сохранимся на этом закончим ну а с вами был Техномакс это была игра они и мы всем до новых встреч пока